МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Капремонты по-новому в Муравленко обсудили. Новые правила капитальных ремонтов многоквартирных домов. Безопасность, прежде всего, в преддверии нового учебного года госавтоинспекторы проверили качество пешеходных переходов. И с возвращением с летнего отдыха вернулись дети нефтяников. С 1 января 2014 года в силу вступит новый окружной закон, регламентирующий проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории региона. А сегодня в муниципалитетах идет обсуждение проекта документа. Муравленко. Подобная встреча состоялась накануне вечером. Подробности у Эрнеста Бавшина. Новый законопроект о проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов еще находится в стадии доработки. И поэтому многие нюансы того, как будут ремонтировать жилье после 2014 года, еще неизвестны. А для того, чтобы узнать мнение общественности о новом законе, проводятся такие публичные обсуждения. Следующий год станет своеобразной стартовой площадкой для апробации новых правил капремонта, а в полную силу закон должен заработать в 2015 году. С основными положениями законопроекта присутствующих на встрече ознакомила начальник УЖКХ администрации города Ирина Кузнецова. И так в корне изменится сам порядок формирования программы капитального ремонта домов и порядок оплаты этого самого ремонта населением. Что нас ждет в 2014 году? Во-первых, это введение обязательного минимального размера оплаты за капитальный ремонт. До этого момента у нас такой платы не было, во всяком случае в автономном округе. Сейчас это будет обязательно. Минимальный размер оплаты за капитальный ремонт устанавливается правительством автономного округа. Устанавливается он на основании предложений, конечно же, муниципальных образований. На сегодня стоимость оплаты не утверждена. И не ясно, будет ли это усредненная сумма для всего округа или в каждом муниципалитете своя. Известно одно, что дома разобьют на определенные группы. К примеру, в Муравленко склоняются к тому, чтобы разделить жилье на три такие группы. Это пятиэтажки с плоской кровлей, со скатной крышей и дома в деревянном исполнении. Предложения по оплате следующие. Около 15 рублей с квадратного метра для жителей пятиэтажек и около 25 рублей за квадрат жильцов деревяшек. Освобождаются от уплаты денег за капремонт жильцы домов, признанных непригодными для проживания. Но это, как отметила Ирина Кузнецова, ориентировочные расчеты, и они будут изменены. Но вот в какую сторону, неизвестно. Интересен и порядок формирования фонда капремонтов. Есть два способа. Это накапливать средства на счете регионального оператора или после проведения общего собрания собственников на спецсчете, который откроет ТСЖ или управляющая компания. А вот сама программа капремонтов будет формироваться сроком на 30 лет. И здесь возникает резонный вопрос, а дойдет ли очередь на ремонт до каждого конкретного дома? Муниципалитет совместно с фондом определили, что в первую очередь ремонт сейчас будем проводить вот в этих вообще двух домах, которые уже валятся у нас. Все, проводим. Ну понятно, что за год мы не так много здесь домов собрали. Как раз его хватает на ремонт двух домов. Деньги потрачены. То есть виртуально мы видим. Я плачу там за 100 квадратов, словом говоря, 10 рублей. Вот они там за год скопились. Я знаю, что у меня там 10 рублей лежит. Но денег, то есть виртуально они есть, фактически денег нет. А сбор же продолжается? Ну сбор, я понимаю, сбор продолжается, да. Но в следующий год еще два дома. В конечном итоге через пять лет мы прекрасно все понимаем, да, что там вроде бы ремонт у всех сделали, а очередь там за нашим домом еще через пять лет. В этом отношении, конечно, существует в законопроекте некая социальная несправедливость. Одни жители будут ждать ремонта по несколько лет и, по сути, платить деньги за ремонт других домов. Интересная ситуация возникает и с ремонтов вновь построенного жилья, которое в течение, скажем, 10 лет не потребует капремонта, а деньги за него жильцов брать будут в обязательном порядке. Вопросов в ходе обсуждения возникло много. И, возможно, сами разработчики закона ими задавались. Но вот как их решат, станет ясно к концу года, когда закон обретет более реальное очертание. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, Новости нашего города. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовительный Министерством труда законопроект, устанавливающий минимальные размеры компенсации стоимости проезда к месту отпуска и провоза БКЖа работникам организации в районах Крайнего Севера, сообщается на официальном сайте правительства страны. Законопроект разработан с целью защитить интересы граждан, работающих в негосударственных организациях. Согласно закону, жители Крайнего Севера могут один раз в два года воспользоваться правом на оплату за счет средств работодателя стоимости проезда к месту отпуска и обратно, а также на оплату стоимости провоза их багажа. На сегодня работодатели, которые не относятся к бюджетной сфере и ведут бизнес в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях, могут самостоятельно определять размеры, а также порядок и условия выплаты компенсации. Конституционный суд РФ счел это положение несправедливым, поэтому в кодексе официально закрепят минимальный размер компенсации, тогда избежать выплаты или предложить работнику другую, меньшую сумму не получится. В преддверии нового учебного года сотрудники госавтоинспекции проверили соответствие пешеходных переходов к правилам безопасности. Каковы результаты рейда, знает Эрнест Бавшин. И ему слово. Всего в городе насчитывается 25 регулируемых и 56 нерегулируемых пешеходных переходов. За 7 месяцев зарегистрировано одно ДТП с пострадавшим, которое произошло на зебре. Нынешний выезд инспектора дорожного надзора на проверку соответствия нормам безопасности пешеходных переходов не первый. Ранее был выявлен ряд нарушений, соответствующим службам были выданы предписания на их устранение. Большая часть несоответствий исправлена, но осталось два пешеходника, которые сейчас нуждаются в реконструкции. Один из них находится на улице Ямальской. В районе магазина СВ нерегулируемый пешеходный переход реконструируется, там делаются изменения, подходы пешеходов к нерегулируемому пешеходному переходу, чтобы автобусы и пешеходы не сталкивались, чтобы был отдельный подход как к пешеходам, так и по дъезду автобуса к остановочному комплексу. Второй пешеходный переход находится на улице Ленина в районе Дома культуры Украина. Здесь расстояние между торговыми остановочными павильонами не соответствует ГОСТу, оно меньше положенных 30 метров. В данном участке это не соответствует. Данное изменение будет происходить после реконструкции по улице Ленина. Что касается соответствия нормам безопасности территорий, прилегающих к образовательным учреждениям, то здесь, по словам Евгения Задорожного, есть недоработки. Предписания были направлены, но до сих пор нарушения не устранены из-за отсутствия денежных средств. Кроме того, в адрес главы администрации было направлено письмо с просьбой выполнить все необходимые работы. Эрнест Бавшин, Тимофей Сапильник, Новости нашего города. Срок действия материнского капитала, который сегодня получают семьи при рождении второго или последующих детей, все-таки должен быть продлен до 2025 года и индексироваться с учетом роста прожиточного минимума. Об этом говорится в законопроекте, внесенном на рассмотрение Госдумы. Напомню, по действующему законодательству материнский капитал должны перестать выдавать уже 31 декабря 2016 года. И совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что продлевать его больше нет смысла. Однако сегодня стало известно, что документу надо продлить жизнь еще как минимум на 8 лет до срока окончания действия концепции демографического развития России. По мнению авторов законопроекта, если такую финансовую помощь в скором времени отменить, в России может наблюдаться значительный спад рождаемости. Дошколята, как и школьники, теперь будут заниматься по образовательному стандарту. Новый законопроект опубликован на сайте Министерства образования и науки. О чем в частности идет речь, узнавала Татьяна Сорокина. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования разрабатывается в России впервые в соответствии с требованиями вступающего в силу 1 сентября нынешнего года Федерального закона об образовании. Он направлен на развитие дошкольного образования. Стандарт состоит из трех частей. Он включает в себя требования к структуре образовательной программы, условиям ее реализации и результатам усвоения программы. Очень большое внимание уделяется условиям реализации программы, потому что изменился социальный заказ в обществе, и все взрослые педагоги и родители отмечают, что очень сильно сейчас изменились дети, что они другие, чем несколько лет назад. А подходы к их образованию, к сожалению, остаются по-прежнему пока еще традиционными. По новому стандарту ребенок должен не столько уметь читать, писать и иметь какие-то академические знания, сколько у него должны быть развиты личностные качества, такие как коммуникабельность, инициативность, активность. То есть это те качества, считают специалисты, которые помогут маленькому человеку стать успешным в дальнейшей жизни. А еще очень большая роль в ФГОСе отводится родителям. Родители – это не просто, как мы раньше говорили, работа с родителями, а теперь это называется взаимодействие с родителями, и предполагается, что родители – это активные, непосредственные участники образовательного процесса, которые могут принимать участие в образовании своих детей наряду с педагогами. Что же касается муравленковской системы обучения дошколят, то нашим педагогам не придется сильно перестраиваться на новый лад. Передовые технологии постоянно вводятся в уже действующий образовательный процесс. Например, что касается взаимодействия с родителями, некоторые моменты мы уже на протяжении нескольких лет внедряем в нашем детском саду в рамках реализации программы развития. Например, мы приглашаем пап иногда проводить занятия с мальчиками по столярному ремеслу. То есть, когда невоспитатель с детьми занимается, который ежедневно с ними общается, именно приходят папы, либо дедушки, старшие братья. Для мальчишек это, конечно, очень важно, интересно. Собственно, рассказывают нам педагоги, новое, несправедливо забытое старое. Многие фрагменты нового стандарта можно найти в программах дошкольного образования еще 60-х годов прошлого века. Татьяна Сорокина, Тимофей Сопильник. Новости нашего города. В последнем нынешнем сезоне группа детей и работников филиала «Газпромневч-Муравленко», которая отдыхала в детских оздоровительных лагерях Черноморского побережья, вернулась домой. Напомню, традиционная кампания по организации оздоровительного отдыха для сотрудников и их семей проводится ежегодно. В нынешнем году филиал организовал поездки для детей в четыре смены в двух оздоровительных лагерях Нива и Креницах Геленджикского района. Всего этим летом отдохнули около 70 человек. И последнее. Сегодня православные верующие отмечают два праздника. Окончание Успенского поста, последнего из многодевных в году, и Успению Пресвятой Богородицы. По преданию, Пречистая Богородица, Матери Иисуса Христа, после смерти своего сына, жила в Иерусалиме по различным источникам от 10 до 22 лет и молилась Господу о том, чтобы Он взял ее к себе. Получив весть о скорой кончине, Пресвятая Дева возрадовалась. В момент ее кончины произошло много чудес, а в скором времени она явилась апостолом в окружении ангелов. Сегодня в Мравленковском храме Преображение Господня прошли торжественное богослужение и причащение верующих. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. Когда знаешь, что ты не один, дорога кажется короче. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный бензин и качественный сервис, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 29 августа в Салихарде плюс 12, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. В Ноябрьске 11 градусов тепла, западный ветер до 2 метров в секунду. В Муравленко 29 августа плюс 10, ветер северный до 2 метров в секунду.